Гольф как вид спорта известен очень давно, в него играют уже более 600 лет. По одной из версий он зародился в Китае еще в 7 веке, а по другой в Шотландии и был придуман пастухами, которые с помощью посохов будущих клюшек загоняли камни в кроличьи норы. В России до 2006 года гольф не был широко распространен, а в Московской области появился и вовсе недавно. Несмотря на молодость этого вида спорта в нашей стране, в России уже есть спортсмены мирового уровня. Например, Наталья Гусева, которая из Московской области, из нашей федерации, она играет в гольф уже на мировом уровне, на мировой арене с лучшими гольфистками мира и занимает топ места, призовые места, делает это просто прекрасно, всех нас радует. Теперь в Центральном парке культуры и отдыха все желающие смогут заниматься гольфом на постоянной основе. Здесь открылся парк для игры в гольф на 9 лунок, длина поля 232 метра. В 9 школах округа открыты секции гольфа, в которых этим видом спорта уже занимаются 90 детей. Это стало возможным благодаря Федерации гольфа Московской области и администрации городского округа. Событие сегодня на самом деле историческое для всей нашей страны, потому что в Московской области, в городе Щелково сегодня впервые мы открываем парковое гольф поля, первое в стране. Это событие, оно приурочено к тому, что мы в городе Щелково открываем секции по гольфу в школах. Вы знаете, что Минпросвещение выпустило приказ о том, что гольф возможен как дополнительный урок в школах. Мы, соответственно, делаем все возможное для того, чтобы этот олимпийский вид спорта развивался в нашей школе, чтобы каждый гражданин нашей страны имел доступ к такому виду спорта, как гольф. Уникальность гольфа в том, что в него могут играть круглый год люди всех возрастов. Мы тоже решили попробовать. Главную цель предусматриваем вот этого объекта, этой площадки, гольф-площадки, это прежде всего семейный отдых. Он доступный для всех. Просто есть некоторые вещи, надо показать изначально, как правильно взять плюшку, как правильно сделать удар. И главное, здесь травмоопасности такое никакое. Все пластмассовые. Мяч резиновый, плюшки пластмассовые. Я думаю, что это место должно быть любимым местом Щелково. Ну, потому что, понимаете, первые в России. Да, я понимаю, здесь может нет мрамора такого, блеска нет, но это зато для семьи. По словам президента Федерации, идею создания гольф-пространства поддержал глава городского округа Андрей Булгаков и администрация парка. И ее быстро воплотили в жизнь. Впрочем, обустройство подобных парков и организация секций гольфа сейчас идет во всей Московской области. В планах открыть 100 секций. На сегодняшний день действует 25, в планах этого года еще 20. Ребята разделились на 6 команд по 4 человека в каждой. Результаты игры записывали специальные карточки. Общий призовой фонд составил 30 тысяч рублей. Его разделили между собой трое лучших игроков. Анна Наприенко, Владислав Реус, Щелковское телевидение.